МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочий визит председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича, уполномоченного президента Республики Беларусь по Брестской области, начался с посещения открытого акционерного общества «Кузлитмаш». Вместе с сопровождающими его лицами, ответственными работниками Брестского области полкома, представителями холдинга «БелАЗ» Михаил Владимирович познакомился с производством. По ходу своеобразной экскурсии директор общества Сергей Никифорович рассказал о том, как развивается предприятие, какие заказы выполняет и как работает на перспективу. Речь шла о выпуске традиционной продукции, кузнечно-прессового оборудования и инновационных проектов, закупке нового оборудования и выпуске узлов и деталей по кооперации с головным предприятием холдинга «БелАЗ». Председателя наблюдательного совета открытого акционерного общества «БелАЗ», ведущего холдинга машиностроительной отрасли страны, которым является Михаил Мясникович, этот сектор деятельности предприятия интересовал особенно. Это Михаил Владимирович подчеркнул в начале заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Кузлитмаш». Помимо членов Совета директоров и наблюдательного совета предприятия, в нем приняли участие заместитель председателя Брестского обл. исполкома Андрей Клец, Юрий Наркевич, председатель Брестского областного совета депутатов, председатель комитета экономики Брестского обл. исполкома Михаил Баценко, первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «БелАЗ» по технической политике и инновационным технологиям, главный инженер Олег Степух, заместитель начальника Главного управления законодательства и государственного строительства секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Максим Коршикевич, председатель Пинского обл. исполкома Иван Рябковец. Открывая заседание, Михаил Мясникович охарактеризовал состояние промышленного сектора Брещины, в котором доля машиностроения составляет 10-11%. Груздитмаш, на котором мы присутствуем, это одно из тоже ключевых предприятий машиностроительного комплекса. Поэтому, в принципе, уязвимость промышленного комплекса Брестской области достаточно высокая. Поскольку, я говорю, порядка 50% пищевая и прерабатывающая промышленность, и в связи с волатильностью рынков, могут быть всякие ситуации. Я полагаю, что в этом плане обрабатывающая промышленность области, и это обращение к заместителю председателя обл. исполкома к ЛЕЦУ должна нарастать. В целом, по стране отметил Михаил Мясникович, доля обрабатывающей промышленности колеблется от 24 до 27%. Анализируя структуру волового регионального продукта Брестской области, Михаил Мясникович отметил, что доля обрабатывающей промышленности в ней может быть большей. Но если посмотреть обрабатывающую промышленность Брестской области, она, конечно, проседает. И вот в этом плане, когда рассматриваются вопросы стратегии, в том числе следующие пятилетки, работа над которой уже начинается, надо иметь в виду, что Брестской области необходимо создавать дополнительные мощности и прирастать на действующих и на новых предприятиях, именно сектором обрабатывающей промышленности. Это будет и рост валового регионального продукта, и структура будет меняться в лучшую сторону. Особый акцент состоянию дел и перспектива в развитии Кузлетмаша. Кузлетмаш входит в холдинг БелАЗа. И, естественно, меня интересует, как БелАЗ, как холдинг осуществляет управление и руководство одним из крупных предприятий, входящих в состав холдинга, конкретно Кузлетмаш. Именно этим и продиктовано желание Михаила Мясниковича провести заседание Совета директоров Открытого акционерного общества Кузлетмаш с его участием на самом предприятии, на котором рассмотреть стратегию развития предприятия на 2016-2020 годы и основное направление его развития до 2030 года. Еще одна тема разговора – реализация программы комплексного развития регионов. «Подтянуть экономику 11 крупных городов нашей страны с численностью населения 80 и более тысяч, и Пинск сюда попадает. В Пинске без малого 140 тысяч населения. Так, Кузлетмаш – 700 с лишним человек работающих, где-то около, по-моему, 7-7,5% структуры промышленности города занимаете». Ответы на поставленные председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь вопросы прозвучали в выступлении директора Открытого акционерного общества Кузлетмаш Сергея Никифоровича. Как сообщил Сергей Олегович, руководство общества определяет стратегию развития как целенаправленное, устойчивое и поступательное движение в экономическом и инновационном развитии, основанное на человеческом потенциале, высоком техническом уровне конструкторских разработок и применяемых технологий, позволяющим обеспечить удовлетворение запросов и ожиданий потребителей. «В ходе оценки работы общества за 9 месяцев прогнозируется выполнение следующих ключевых показателей эффективности. Темп роста у нас будет составлять 112,5% экспорта и задание 112,5%. Рентабельность плаверонизируемой перевыполнить, она будет составлять 11,3% при 10%. Показатель по энергосбережению выполняется, минус 11% у нас так и останется. Удельный вес от кожи инновационной продукции также планируем перевыполнить, это будет составлять 6,3% при задании 5%. На сегодняшний день «Кузлетмаш» активно развивает и наращивает производство продукции станкостроения. Увеличилось количество произведенного кузнечно-прессового оборудования в общем объеме промышленного производства с 3-х в 2016-м до 33-х в 2019-м. Сергей Олегович также представил информацию об инвестиционной деятельности общества, а также в ходе реализации инновационных проектов, разработки новых, таких как производство элементов железнодорожного полотна, специальных контейнеров для перемещения грузов и ковшей экскаваторов. Финансовую состоятельность предприятия подтвердила и выступившая по просьбе Михаила Мясниковича заместитель директора открытого акционерного общества «Кузлетмаш» по экономике и финансам Оксана Наривончик. Главный инженер общества Иван Сободковский информировал членов Совета об основных целях и направлениях развития предприятия на период до 2020 года, ответил на вопросы о кадровом потенциале общества. Подводя итог серьезного разговора, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович четко обозначил задачи, решение которых позволит предприятию умножить все показатели производственной деятельности. У нас страна поставила задачу выйти в 2025 году на 100 миллиардов долларов в год. Для этого по сравнению с 2017 годом надо вырасти в 1,8 раз. Вот он ориентир. Открытое акционерное общество «Кузлетмаш» уже сегодня в состоянии поступательно двигаться, чтобы закреплять свои позиции на мировом рынке. Времена нестабильности и застоя уже позади. Об этом сказал в своем интервью Михаил Мясникович. В принципе, предприятие на подъеме. Во многом это благодаря, конечно, управляющей компании, руководству холдинга в лице БелАЗа. 60 с лишним процентов загрузка предприятия – это заказы БелАЗа. В этом плане надо диверсифицировать производство, работать не только по внутрихолдинговой кооперации, но больше работать на экспорт, больше работать с Российской Федерацией, где действительно идет подъем промышленности. И я получил ответы на эти вопросы. Михаил Владимирович дал и свою оценку деятельности руководства двух машиностроительных предприятий-партнеров. Мне представляется, что руководство непосредственно и холдинга БелАЗ, и Кузлитмаша на правильном пути, но необходимо добавить, особенно то, что касается инвестиционных проектов. Инвестиционных проектов, новых, амбициозных проектов. Мощности для этого есть. Тем более идет техническое переворужение. В этом году объемы инвестиций составят около 10 миллионов рублей. Это неплохие для Кузлитмаша объемы, но это не предел. И есть кадры. И кадры приходят и молодые, которые действительно вместе с опытным кадровым ядром могут дать хороший синергетический эффект. Честные партнерские отношения с открытым акционерным обществом Кузлитмаш будут развиваться и дальше, отметил заместитель генерального директора открытого акционерного общества БелАЗ по коммерческому импорту и материальному обеспечению, председатель совета директоров, представитель открытого акционерного общества БелАЗ, управляющая компанией холдинга БелАЗ Холдинг Леонид Васько. Отлично складываются отношения с Кузлитмашем. Управляющая компания всецело поддерживает Кузлитмаш. И на самом деле не объявлено было то, что мы и материально поддерживаем, и закупками помогаем Кузлитмашу. То есть здесь взаимоотношения у нас плотные и очень хорошие. Стратегия развития озвучена была директором Кузлитмаш. То есть она нами полностью поддерживается и любая помощь от нашей стороны будет оказана Кузлитмашу. В итоге заседания позитивно оцениваем. Конечно, определенные проблемные вопросы, которые Михаил Владимирович поднял, будут приняты во внимание и выработаны по ним. Решения будут однозначно. На заседании в госполкоме с руководством области и города руководителями некоторых предприятий Михаил Мясникович обсудил ход реализации комплексного плана мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию города до 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин